Ссоры, конфликты, которые могли быть раньше, на которые ты сейчас просто не обращаешь внимания, понимаешь, что всё это ерунда. Главное – это здоровье, главное – это мир, главное – это здоровье близких. И когда смотришь новости про Мариуполь и всё остальное, очень страшно становится. Наверное, все вещи, все накопленные вещи отошли просто на задний план, а на первый план, наверное, люди, с которыми ты не хотела никогда расставаться. Я зараз цянуюсь життя своё, життя своих родных, друзей. Ценности все изменились. Все ждут, когда закончится. Это не счастье, это война. Бизнес, достаточно комфортная, хорошая жизнь, всё это теперь там, а сейчас ситуация, которая сложилась в Украине и нашей стране. И все мысли только, в общем-то, о перемоге, о победе нашей. Ничего не цікаве. Я просто дивлюсь на наших детей, внуков и этих хлопцей, которые воювали в Афганистане и всюду, и сейчас защищают нашу родную Украину. Оце в меня больше ничего не было в голове. Нес, табора, буля, цебуля, сало, и всё, и можно жить. А вот душу надо отдавать нашим защитникам нашим, родным, которые в действительности отстают в нашу Украину. И дасть Бог, они выстоят. Мне главное, чтобы умер, а то всё, что было, то можно набить, нажить, придбать, а главное, чтобы умер. Взагалі, планов ніяких нет. Вот сейчас весна, дача, квартира, Пасха, того ничего нет. Я понимаю, как я знаю, как я працювала, как я любила, то всё, прибирание, всё. Зараз то всё чекаємо, чекаємо, что кращих часов чекаємо. Зараз найголовніше – это життя, всё. Моєї дитини, моєї родины и всей Украины. Раніше я там мріяла про якусь сумку, про якусь подорож, а зараз я думаю, як найкраще забезпечити наших хлопців, чтобы у них были аптечки, чтобы у них была вся броня. Відійшло на задній план, мне здаётся, всі матеріальні ценності. И уже не думаешь, что как там, что будет там через півроку, через... Зараз думаешь, хоть бы прожити, и закінчилась война.